а если вы любите играть в различные игры кроме варфейса то я вам рекомендую посетить мой магазин уникшоп точка ру там вы можете купить игры по очень дешевым ценам ссылку я оставлю в описании всем привет ребят меня зовут влад и сегодня я бы с вами хотел обсудить одну вещь а именно аукцион я думаю большинство из вас знает что такое аукцион аукцион это варфейсе подразумевается то место где люди обмениваются покупают продают свои оружие будь то либо за донат но или в основном это все таки да надо в самарбаксе никто у вас оружие не будет покупать все тратя на эти кредиты нет для тех кто не знает как реализован аукцион я вам сейчас попробую это продемонстрировать на европейском сервере аукцион давным давно уже работает и работает он порядка уже года там люди продают свои донатные пушки другие их покупают торгуются и тому подобное но давайте перейдем на европейский сайт и я вам продемонстрирую как же все таки это работает вот собственно я и нахожусь на европейском сервере тут различные новости он практически то же самое что и у нас тоже вот анонсировали новую папашечку золотую даже давайте глянем подписан все даст к расстрелу такой же тысячи 140 и 120 вот достижения кстати с новой пушки будет отопаемых и инсайд инфа потому что у нас с вами не показывали как будет выглядеть достижение ну знаете как то очень как то не знаю конечно любителя вот мы давайте не буду время цены перейдем в аукцион хаос да это аукцион тут он давно тут то им пользуется очень много народу она много я подразумеваю сто восемьде восемь страниц аукциона и причем это всего лишь за сутки тут пропушки висят не более суток видите тут осталось одна минута одна минута но и дальше по убыванию то есть за сутки сто восемьдесят восемь страниц так то есть пока я не авторизуюсь мне нельзя будет переходить блин я на варфейсе тут не зарега но давайте покажу на этой странице думают этого будет достаточно видите даже золотые пушки продают четыре тысячи кредитов три тысячи кредитов четыре тысячи обычный донатом две половины чуток уже уже дорого 660 кредитов чё тут чё тут картик 1400 кредитов пара 270 кредитов всего за пару представляете какая то за 270 кредитов донат навсегда донатный пушку из коробок удачи а вот в принципе и в принципе даже характеристики и в принципе вы можете добавить 10 дней к этой стоимости которые сейчас и собственно если через 10 минут ваш лоб никто не перебьет то вы забираете эту пушку тут такая как говорится ставки думаю все знают и если вы ставите на 10 больше и вас никто не перебивает то вы забираете ее к себе ну и в принципе вот так вот тут реализовано через сайт и дам парфейси в нашем то же самое будет в ближайшем времени но теперь давайте вам расскажу от чего же я решил что это у нас появится варфейси и откуда же я все таки узнал что это будет ближайшее время но я думаю некоторые уже понимают откуда в общем вчера в сети появился скриншот точнее не скриншот а сразу ссылка на новость да реально это было рабочая ссылка переходя по которой вы попадали на официальный сайт в описании сверху которым горел зеленый замочек но это означает то что стоит на звичем и топiar специально никакой то мошеннически на ветзя на сайт фарфа и где была новости придет из зимняя охота это не хотели менталем сразу говорю то что это не какое то школьники пошутил прикольнулся нет это реально новость которую через буквально 30 нас сразу закрыли потому что там одни довед glam aside и что кто там Додумался это чекнуть как-то, либо они ее просто открыли, но я не знаю, кто эту новость достал, честно, но ее закрыли буквально уже через несколько минут, потому что админ, видимо, зацепили и спалились, так сказать. Самое главное претензия, которая была у людей, это то, что тут написано 9-12-2018, то есть новость от 2018 года, но сделано это для того, чтобы новость просто не опубликовалась раньше времени, то есть админы, как и в группе ВКонтакте, у кого есть группа или кто владел когда-то группой, знает, что там можно... Публиковать записи по расписанию, и тут сделано то же самое, но так как админы не знали, в какое время примерно нужно публиковать эту новость, или она была просто в стадии разработки, этот пост, то они просто поставили рандомную дату на год вперед, чтобы, ну, потом просто вручную опубликовать, и, собственно, я тоже так же делаю у себя в группе. Ну, а теперь давайте я вам расскажу, почему же я решил, что это ведут уже в ближайшее время, а не в 2018, как тут написано. Ну, во-первых, это Новый год, и админы ни в коем случае не могут нас оставить без каких-либо квестов, без каких-либо заданий на Новый год, и это реальная зацепка, вот эта тут зимняя охота, что это появится в ближайшее время, и это будет тем самым новогодним квестом. И так же тут написано, что на выполнение всех задач охоты участников будет достаточно времени, мероприятие продлится около трех месяцев, а это приблизительно как раз до конец зимы, и зимняя охота до конца зимы, все, в принципе, логично. Ну, а теперь давайте я вам расскажу, как же тут будет все реализовано. Ну, во-первых, эта зимняя охота будет разделяться на две части, это личные цели, и цели, которые нужно будет выполнять все вместе, то есть глобальные. Под словом глобальные я имею в виду, весь Warface должен будет их выполнять. Допустим, у нас есть полосочка, которая должна заполниться. Скажем, задача убить один миллион врагов, но один миллион врагов, конечно же, не на одного человека рассчитаны, а на то, что убьется всеми вместе. То есть вы убьете 10 человек, другой 10 и так далее, и в сумме, когда убивается миллион врагов, первое, вы получаете открытие торговой площадки, на которой бойцы смогут торговать снаряжением за кредиты. Потом второе задание выполняется, вы открываете мини-игры с отличными призами. Третье, специальный тур с огромным призовым фондом на зимней карте. И четвертое, увеличенные награды для всех игроков. Это пока что 4 пункта, которые тут написаны, возможно, я уже сказал ранее, это новость в стадии доработки, разработки, и тут их будет гораздо больше. Но пока что мне известно только это. По поводу личных целей, ну тут я думаю, все уже понимают, как это будет реализовано, как в мозговом штурме. То есть вам дается задание, вы его выполняете, и вам дают награду. Ну награду не ботинки на один день, а реально что-то стоящее. Допустим, что можно получить при выполнении личных целей. Золотое оружие навсегда, какое за варбаксы или за кредиты, тут не указано. Доступ к АК-47 с прицелами и специальными камуфляжами. Третье, уникальные новогодние оружия и достижения. Четвертое, бонусы за каждое выполнение классов и личное задание. Пятое, внешность для персонажей, потом возможность продажи предметов за кредиты на торговой площадке. Это же то самое. Да, давайте я дальше дочитаю. Недоступные ранние камуфляжи для оружия, постоянно оружие за кредиты, элитные пушки и многое другое. Ну тут в принципе все стандартно. Если что, ребят, то ссылку на данный скриншот, который, ну, все показано, я оставлю в описании, и вы можете все подробно сами прочитать. Ну а я давайте заострю внимание на самых интересных моментах. Ну, во-первых, это глобальные цели, тут написано то, что открытие торговой площадки, на котором бойцы смогут торговать снаряжением за кредиты. Именно написано, что снаряжением за кредиты. Это имеется в виду шлема, ботинки, как это было на Европе, там вроде бы увидели, что продавался один шлем, который был, я не помню, как он называется, но он, короче, из коробок удачи. А вот что касаемо личных целей, тут написано, что у вас появится возможность продажи предметов за кредиты на торговой площадке. То есть вы чуете разницу, админы не введут так же, как на Европе. Это лично мое предположение, потому что, я не знаю, я посмотрел видосы других людей, которые высказывали мнение, и я не знаю, как они это не заметили, серьезно. Тут написано, возможность продажи предметов за кредиты, то есть нельзя будет ими торговать, покупать, их просто можно будет продавать. То есть, если у вас на складе есть два АХ, допустим, вы пытались выбить золотой, но он вам не выпал, есть два АХ, зачем, по сути, мне нужен второй, если есть один, то вы можете его продать за определенную стоимость, которая будет фиксирована самим Warface, самим мылом. То есть, скажем, за АХ 2000 кредитов вы получите, и при этом вы его сможете продать. Вот, я не знаю, так это будет или нет, но это лично мое предположение, просто по надписям. А что касаемо остального, тут, в принципе, все стандартно, конечно же, кроме доступа к АК-47 с прицелами и специальными камуфляжами. То есть, это тоже то, о чем я уже говорил ранее. Реально, мой видос, прям я как ванганул, серьезно, я так и знал, что будет АК-47 с прицелом и с специальными камуфляжами. Видос был буквально неделю или две назад, так что вы можете посмотреть, там я, в принципе, все это так и предполагал. Но и нам остается только ждать и ждать. Я, скорее всего, думаю, что зимняя охота появится в игре вместе с обновлением, а обнову у нас выходит в 20-25 числах. То есть, до 25-го числа этого месяца мы подождем, и, вероятнее всего, вместе с обновлением появится зимняя охота, а, возможно, еще и раньше. И давайте подведу глобальные такие перемены, которые нас ожидают, и касательно которых нам уже известно. Ну, во-первых, это прицел на АК-47 и специальные камуфляжи. Я про это ванговал, и, в принципе, я этому рад. Не знаю, кто будет играть с Калашовым с прицелом. Безусловно, первые два дня все будут только с ним бегать, но потом все поймут, что, ну, тот же 103-й, он удобнее, потому что у АК-47 и так сильная дача, а в прицеле его будет очень сильно бросать, но люди просто это не понимают. Просить прицел на АК-47 просто стало модно, вот его все и просят. Далее. Открытие торговой площадки, на которой бойцы смогут торговать снаряжением за кредит, и тут мы поняли, что только снаряжение, а об оружии не говорится. Потом говорится о том, что возможность продажи предметов за кредит на торговой площадке уже предметы, то есть касательно оружия тут тоже идет речь, но только продажа. А вот касательно покупки тут ничего не сказано, поэтому я могу предположить, что вы можете и покупать, и продавать снаряжение, то есть какие-то ботинки, возможно кевларовые перчатки, тяжелые ботинки, бронежилеты там свои, покупать и продавать их за более дешевую сумму. А вот что касаемо оружия, то скорее всего его можно будет продавать только за фиксированную стоимость, которую поставят, ну скажем, на уровне 2000 кредитов или 1000, ну пока что это лично я так вижу, не знаю, по-живому видим, и в принципе гадать я не вижу смысла, возможно эту новость просто дорабатывает, переработает и все будет у нас замечательно. В общем на этом я буду заканчивать, огромное спасибо, что досмотрели этот видеоролик до конца, не забывайте его оценить, так как вы считаете нужным, лайком, дизлайком, если вам новость понравилась, то поставьте лайк, если вы не увидели ничего тут нового, то в принципе, как говорится, вы сами все знаете. В общем всем удачи и всем пока.